Приветствую еще раз всех зрителей нашего канала и наконец мы с вами поступили к последней части серии вебинаров посвященных использованию крио или холодной обработки при термообработке инструментальных стали и так же как предыдущая часть, эта заключительная часть будет посвящена мнению, вопросам как крио влияет на износ стойкости стали и стойкость кромки, скажем про ножи ну и в конце мы сделаем наконец некоторые выводы, предположения и соответственно дадим некоторые рекомендации последний слайд предыдущей части, мы с вами сделали вот такое заключение после изучения информации, что в настоящее время вне всякого сомнения установлено, что крио не изменяет природу карбидов для конкретного материала это та часть, которую мы с вами говорили про переходные карбиды что якобы они там что-то делают но в результате мы выяснили, что они все-таки у нас потом превращаются могут превратиться в цементин вместо этого следователи крио перешли к другому предположению о механизме улучшения износ стойкости увеличению плотности вторичных карбидов они утверждают, как в этом исследовании 18 да, ну что совсем по-английски хочется глубоко залезть может там вот, как обычно приводит список использованной литературы куда если залезть и найти это, то можно там найти но тем не менее, тут выдержка оттуда что криообработка приводит к созданию условий для образования марпенсита что означает создание дефектов, таких как дислокации которые приводят к стерилизации атомов углерода на этих дефектов во время отпуска образуется больше карбидов из-за дислокации и скопления углерода и слева микроснимки, которые показывают разницу вторичной плотности карбидов где они различают крупные вторичные карбиды я обозначил как КВК на снимке это обозначено как ЛССС Large Secondary Carbides и малые вторичные карбиды опять в моем сокращении МВК соответственно на снимке это ССС Small Secondary Carbides и показывают, по результатам этого исследования что в криообработанной Д2 больше красот малых вторичных карбидов вот они здесь большие соответственно вот это вот видите если здесь на первом снимке это без крио их мало, то здесь их якобы больше увеличение плотности вторичных карбидов является утверждением в большинстве статей цитируемых в сводной таблице одним из примеров является исследование стали Д2 где была проведена и исследована сталь после традиционной термоглотки с САБ-ЗИРО и с Крио обнаружено, что сталь обработанная жидким осотом и имеет несколько лучшую износстойкость чем стали после САБ-ЗИРО хотя твердость примерно одинаковая однако улучшение износстойкости было незначительным и больший эффект наблюдался от температуры аустентизации вот здесь я сыграю посмотреть то вот это по каждой температуре аустентизации значит чем выше точка по каждой температуре тем соответственно износстойкость якобы ниже то есть вот это 970 вот и вот твердость вот такая вот это такая загогулина это 1010 температура аустентизации без совсем традиционная соответственно это САБ-ЗИРО вот это Крио 1040 и 1070 градусов однако если мы сможем себе посмотреть износстойкости износстойкость менялась достаточно незначительно если мы смотрим по соответственно между САБ-ЗИРО и соответственно Крио и больший эффект наблюдался от температуры аустентизации чем выше температура аустентизации тем лучше износстойкость показывает сталь и поэтому есть основания скептически относиться к объяснению со вторичными карбидами немногие исследования сравнивали САБ-ЗИРО с Крио поскольку поэтому очень немногие из этих немногих то есть выборка такая совсем уж достаточно бедная показывают что жидкий азот дает улучшение по сравнению с сухим льдом но еще более важно то что карбиды показанные на этих микроснимках слишком велики чтобы образоваться во время отпуска так как для образования больших карбидов таких больших карбидов потребов за относительно большие расстояния диффузии углерода то есть он должен встали проделать очень большой путь для того чтобы образовать такой карбид а вот это вызывает возможность это вызывает сомнения представляется крайне маловероятным что такое огромное изменение в диффузии углерода произошло только на основании использования жидкого азота вот мы с вами ничего не делали все тоже самое но взяли вот сталь поместили в жидкий азот и у нас начали вот так вот образовываться мы же примерно потом должны представлять что это не просто так они из ниоткуда возникли вот действительно то что выше отмечено в том числе и диффузия углерода если представить какой путь вот это должно себе пройти то вот это вызывает достаточные сомнения микроснимки очень маленьких карбидов отпуска были получены на образце Д2 отпущены на 210 градусов то есть вот эта температура при которой образуются очень маленькие карбиды отпуска и поэтому исследование предполагает что увеличение на несколько порядков диффузии углерода является результатом криво-жидким азотом после закалки но вот это тоже предположение оно не сильно однозначное и все-таки вот это предположение сделано несмотря на то что отпуск кривообработанной стали то есть мы имеете ввиду что когда мы сделали криво мы положили сталь на соответственно подвергли сталь отпуску да фактически та же самая процедура что мы делаем со сталью без криво да и фактически только вот этот шаг у нас приводит к таким большим изменениям ну как-то вот здесь не все сильно однозначно отпуск сам по себе происходит через осаждение карбидов поэтому любое изменение осаждения карбидов должно проявляться в изменении твердости при отпуске да если у нас осаждение карбидов не произойдет то собственно как бы ничего и не случится кривая отпуска криогенной обработки мы уже в предыдущем частях разбирали во второй части она смещается вверх потому что она начинается с более высокой твердости поскольку мы при криво опять-таки преобразуем остаточный аустенит в мартинсит и начинаем отпуск с более высокой твердости однако за исключением увеличения твердости в результате превращения остаточного аустенита вот в этой области более 450 градусов да то есть это уже здесь диапазон начинается вторичной твердости кривые отпуска выглядят фактически аналогичными то есть вот эта кривая отпуска без криво а вот эта с криво вы видите они как близкие братья они параллельно по жизни идут фактически до температуры там более 400 градусов 420 градусов в то время как кривая для криво смещена выше по твердости опять-таки повторюсь из-за предварительного превращения остаточного аустенита при криво обработке причину различий наблюдаемых у вторичных карбидов пока по крайней мере трудно объяснить возможно это связано с тем что ну опять-таки каждый хочется быть как мы я уже говорил хорошим мальчиком хорошей девочкой то есть соответственно человеческий фактор мы не можем полностью исключить то есть опять-таки преднамеренно непреднамеренно да человек она вот такая вот что называется да природа его может быть такая что хочется показать что вот я тут что-то достиг и поэтому можно специально набрать себе таких статистических данных да где-то каких-то снимков набрать да и опять-таки вот некоторая такая предвзятость она может проникать вот в такой вот анализ да ну например один из таких вот таких примеров это вот исследование М2 это примерно R6 M5 и вот здесь показаны опять-таки микроснимки без криво из криво и здесь якобы после криво показывается огромная разница в структуре карбидов они даже показывают что первичный карбид больше не присутствует в криво обработанные стали это пример тому как вот собираются самые лучшие плоды из этого дерева да то есть опять-таки можно же опять если ты долго чем-то занимаешь у тебя много всякого рода снимков и можешь что-то такое набрать некоторые исследователи критически относятся к другим исследованиям да ну вот чужая работа всегда кажется легче да и понятнее чем своя поэтому критиковать других всегда проще утверждающим об увеличении плотности карбидов обнаружены с использованием оптического микроскопа потому что они говорят что карбиды которые образуются слишком малые для просмотра с помощью оптической микроскопии но такие же вот те кто критикуют они в то же время не столь пристально внимание оказывают своим собственным исследованием в котором они утверждают что видят разницу со сканирующим электронным микроскопом мы вот в предыдущей части разбирали сканирующий электронный микроскоп просвечивающий электронный микроскоп и мы с вами там уже говорили что сканирующий электронный микроскоп на этом уровне на там нанометрах да уже тоже не всегда все может различить некоторые исследования также утверждают разницы в износ стойкости основанные на времени криво да это опять вот да и вот одно из исследований которые вы здесь график графики такие вот да приведены Здесь износ стойкости померено. Чем ниже линия, тем лучше. Опять-таки, при разной нагрузке износ измерялся в ньютонах от 78 до 137,34 ньютона. Ну и, соответственно, чем выше нагрузка, тем выше, тем хуже износ стойкости. Соответственно, тем меньше нагрузка, тем износ стойкости. Видите, вот эта синяя линия, она низко расположена. И вот здесь такую-то незакономерность нашли в своем исследовании, отчитались они, что вот самое лучшее время по износ стойкости потом показала сталь, обработанная 36 часов. А потом износ стойкости опять начала ухудшаться. То есть, видите, вот линия такую, букву В английскую образует фактически везде. Да, достаточно, чем выше, тем более характерно выраженная. То есть, вот здесь вот 36 часов лучше всего. При представлении графика износ стойкости твердости тенденция, в принципе-то, ясна. Твердость – это наибольший фактор контроля износ стойкости. Опять-таки, чем одна и та же сталь тверже, тем она относительно более износостойкая. И только один результат не укладывается в этот шаблон – это крио на 36 часов. И здесь вот, опять-таки, Ларин высказывает предположение, что вот эти 36 часов тест на износ – это фактически исключение. И, в общем-то, такой выброс данных. То есть, вот если все фактически они, данные посылки, вот эта точка – это без крио как бы, да? И вот 137-34. То есть, одна самая верхняя там кривая превожена вот в этом графике, да? И, в принципе, эти все данные укладываются вот в такую линию, да? Причем, если посмотреть без крио, она, ну, чуть-чуть ниже линия тренда, если ее провести, чуть-чуть ниже линия тренда расположена, как бы, да? То 36 часов, вот она вот здесь вывалилась, да? Твердость увеличилась до времени крио 36 часов и оставалась неизменной при увеличении времени крио. В то время как количество вторичных карбидов увеличилось до 36 часов и потом немного уменьшалось. И, соответственно, крио, сталь, обработанная крио 36 часов, показала минимальный износ, соответственно, лучший износ стойкости. И авторы в своем вот исследовании объясняют пик износ стойкости после крио в 36 часов пиком плотности вторичных карбидов. Но, опять-таки, если посмотреть, свести все данные вот в такую таблицу, да, то мы можем посмотреть, что увеличение фракции карбидов от нуля, то есть, когда мы крио не делали, до 36 часов, оно, в общем-то, изменялось, незначительно уменьшается, там, от 7.65 до 10.06, да? И потом начинает уменьшаться от 36 до 132 часов в крио. Несмотря на это, все значения на графике находятся на одной и той же линии тренда. Да, то есть, вот здесь у нас, соответственно, карбидов становится меньше, а тренда все равно сохраняется. И тогда, в общем-то, ну, вот здесь тот, кто захочет, я понимаю, что вот это все слушать, может быть, достаточно тяжело, но, опять-таки, я рассчитываю на тех, кто кому-то из вас захочется, собственно, дойти до истоков и понять, может быть, поглубже всю эту тему. Но, в конце концов, если вот здесь совсем напрячь, да, свои головы умные, то можешь себе представить, что, скорее всего, вот эти 36 часов – это какой-то, соответственно, выброс экспериментальных данных, что может случиться, да? И, в общем-то, не может служить основание, что мы вот здесь вот нашли нечто такое оптимальное для конкретной Д-2, а если, соответственно, тогда мы вот такое нашли, что авторы предполагают здесь, что разные стали могут иметь разное поведение, разное оптимальное крио-время, а тогда, если Д-2 от разных производителей будет иметь разный им состав, да, или другую температуру стенизации, будут ли действовать 36 часов или что-то другое. То есть, опять-таки, вот для конкретного каждого нажедела, да, ну, сомнительно, что каждый найдет в себе силы, время и желание вот такие подробные исследования, которые могут занять очень длительное время, проводить. Изменения в карбидах, которые происходят от крио, они, собственно говоря, как бы и скрываются, они, в общем-то, есть, потому что, если у нас есть, соответственно, остаточный устенит, то карбиды в отпуске не образуются. Вот здесь вот, ну, совсем такой, он, может, не совсем четкий, но он так в оригинале, но здесь видно, что вот это один микрон, да, вот эта вот линия один микрон. И вот здесь специально было М2, то есть, примерно, Р6-М5, было термообработано так, чтобы после термообработки получить большое количество остаточного устенита. То есть, здесь мы видим вот такую достаточно гладкую структуру без карбидов отпуска, да. Ну, опять-таки, всем понятно, что там, где нет мартензита, карбидов отпуска быть не может. Но, опять-таки, это не сильно объясняет, почему только крио приводит, да, к какому-то фантастическому росту заявляемого износ стойкости, как по сравнению с традиционной термообработкой, так и по сравнению с обработкой сухим льдом, то есть с Абзиром. Вот здесь два исследования еще приведены. Это 52-100 сталь, опять-таки, всем уже известно, чем Х-15 примерно, Д6, Х-12ВФ, который показывает относительно простое поведение, да, то есть крио у нас, соответственно, чем выше твердость, да, тем, соответственно, лучше износ стойкости, да, опять-таки, чем ниже линия, тем лучше. Ну, если видите, без крио твердость подняли, износ стойкости уменьшилось, уменьшилось в смысле улучшилось, да. Ну, и с крио, с крио фактически то же самое. Но в этом исследовании заявляют о не только росте твердости, но также и улучшении износ стойкости, даже без учета твердости, да. Вот здесь вот Д6, опять-таки, вот при крио мы, твердость разрастает, износ стойкости лучше, да. Ну, вроде как, но опять-таки вопрос, за счет чего это происходит. Вот здесь вот в одном исследовании в анализе 6 обнаружено, что сабзиро приводит к снижению твердости, и что жидкий азот приводит к дальнейшему снижению твердости. Износ стойкости, однако, улучшилось сабзиро и крио, несмотря на снижение твердости. Снижение твердости несколько озадачивает, и возможная причина, да, это объяснено было в... во второй части вебинара, как смещение кривой обыска на вторичную твердость за... Ну, мы такой график приводили вот здесь в самом начале, после кривой обработки. Улучшение износ стойкости, несмотря на снижение твердости, по-видимому, указывает на то, что криогенная обработка была эффективной в повышении износ стойкости с помощью какого-то механизма, не связанного с твердостью, если это не просто ошибка в исследовании. В промежуточном режиме криво против сабзиро. Криво или сабзиро могут повести к увеличению твердости в результате трансформации остаточного стенита, что, как можно ожидать, приведет к увеличению износ стойкости. Как показано выше, существует исследование, которое демонстрирует, что криогенная обработка может повести к улучшению износ стойкости и без увеличения твердости. Тем не менее, есть несколько исследований, которые не показывают никаких улучшений, и в них нет ничего общего, что могло бы объяснить вот эту самую разницу. Предложенное объяснение разницы в износ стойкости от крио, связанной с повышением плотности вторичных карбидов, не имеет, по мнению Ларина, смысла, и он не верит в его реальность. Существует вероятность того, что при большинстве исследований находят разницу, или даже небольшой отрицательной разницы в износ стойкости от крио, и не публикуют ее, потому что каждый хочет, еще раз, быть хорошим мальчиком или девочком, и опубликовать нечто положительное, да, соответственно, поскольку положительные результаты будут с большей вероятностью опубликованы. Опять-таки, человеческий фактор мы исключить не можем. Но, однако же, на сегодняшний день вот информация, которая есть в доступе, она, если беспристрастно проанализировать, то улучшение вознос стойкости можно определить в районе 13% по сравнению с обычной термообработкой. Давайте теперь посмотрим исследования, которые были представлены при тестировании стойкости кромки, и посмотрим, увидим ли мы там увеличение аналогичное вот этому 13%. И, опять-таки, поскольку мы используем материалы Ларина, американские, то, соответственно, там очень часто, вы знаете, я уже говорил неоднократно про вот эту самую ассоциацию Катра американскую, да, которые разрабатывают оборудование, методики, да, в том числе для кухонной утвы, которая к ножи относится. И в упомянутом ранее исследовании стали 154СМ, по методике Катра сравнивались различные факторы, включая эффект крио. Проводили подготовительный отпуск в течение одного часа при 150 градусах Цельсия, затем 4 часа крио в жидком азоте, и, наконец, отпуск высокий при вот в этом диапазоне 515-540 градусах Цельсия. Отпуск проводили в диапазоне температуры, чтобы получить одинаковые твердости, независимо от того, делаем мы крио или не делаем, да. И в результате вот такая методика, она была успешной, поскольку после крио в среднем твердость составляла 61,7 единиц по Роквеллу, а без крио 61,5, то есть всего лишь две десятки единицы разницы. И когда провели исследование по стойкости, по методике Катра, то, в общем-то, не было выявлено никакой разницы между лезвиями с крио и без крио. На самом деле, если так вот совсем уж пристально разбираться, да, и пристально смотреть, как тут наш герой вооруженным взглядом смотрел на звездочки, то, в принципе, точки, вот эти оранжевые точки, соответственно, то, что без крио, да, без крио, вот она, синие вот эти скрио, то если уж совсем буквально разбираться, то без крио на той же твердости сталь показала лучшие результаты при испытаниях по методике Катра. Еще раз мы говорим про сталь 154СМ, испытания по методике Катра, да, и, соответственно, угол кромки, я уже говорил, это полный угол, да, двухсторонняя заточка, и, соответственно, тего с крио или без. Один из американцев ножеделов по имени Уэйн Годдард выполнил воспитание по резу каната, ножей стали 440С, 154СМ и АТС-34 с крио и без. Криогенная обработка привела к улучшению стойкости из-за увеличения твердости, но при компенсации твердости, если мы сравниваем одну и та же самая твердость, то разницы он не выявил. Например, твердость, обработанная из крио АТС-34, составила 60 единиц параквелла, в том числе, как без крио 154, так же 60, а с крио 154СМ достигло 61 единицы параквелла. Эти стали, в общем и целом, идентичны, поэтому разница в твердости в одну единицу, вероятно, связана с небольшими различиями в составе или в термообработке между этими двумя ножами. Я уже, когда по термообработке делал вебинары, я уже говорил, что желание ножеделов, оно с одной стороны понятное, попасть каждым ножом в одну и ту же сторону твердость, вплоть до знаков после запятой, но в обычной промышленности оно бы вызвало и вызывает некоторое такое восхищение с одной стороны, с другой стороны удивление, поскольку я уже говорил, что в обычном машиностроении твердость задается обычно в пределах 4 единиц параквелла, и вот мы заставляем при использовании высоколигированных, высококачественных стали, которыми мы поставляем этот диапазон, снижать ну уж хотя бы до 2, поскольку опять-таки стали высококачественные, и вот здесь вот разница, которая тут сейчас только что прозвучала, 61,7-61,5, ну тут бы орден Сутулова на этого технолога повесили на производстве, если бы он получил, соответственно, вот такую разницу по твердости между двумя функционами, например, да. Тем не менее, опять-таки, если вернуться опять к этому исследованию, обе стали, оба из ножей 60 единиц параквелла достигли одинакового количества резов, 38. Нож из СКРИУ-61 достиг 44. Если опять-таки вот эти испытания положить вот сюда на график, да, и вот эта твердость у нас единственная, поскольку данных не было, она предполагаемая, да, то есть что у нас может быть, да, ну вот 56 единиц, да, то, соответственно, в общем-то и целом все ложится на одну и ту же самую линию, да, выше твердость, да, там на одну единицу, ну чуть больше у нас, соответственно, больше у нас резов по канату в данном случае. Ларин так предполагает, какие бы еще исследования стоило бы провести, то есть углубляться в эту тему для того, чтобы выяснить все-таки какое-то влияние и еще больше получить знаний по этому поводу. Это, опять-таки, он предполагает это сделать на столе D2 в термичке в различных трех исполнениях. Это Саб-Зиру в течение одного часа после закалки с последующим отпуском, КРИО в течение одного часа и потом после закалки, соответственно, и последующий отпуск, и КРИО сделать, соответственно, вот то, что там вот заявляли исследователи, что КРИО 36 часов дает самый больший результат, лучший результат в пользу на стойкости, соответственно, КРИО 36 часов после закалки и последующий отпуск. То есть, соответственно, еще раз, мы меняем только вот в исследовании какой-то один параметр, чтобы уже потом понять его влияние, да. позволило протестировать, да, реальные результаты от Саб-Зиру и КРИО и влияние времени к КРИО на износостойкость. Ну и стали, одно и то же стали, D2, позволит провести прямую проверку оптимизации техпроцесса, не заботясь о том, что разные стали могут иметь разное оптимальное время. Ну и сейчас мы же подходим к с вами к достаточно большому количеству выводов и рекомендаций, ну и давайте я вам их озвучу. Первое. КРИОГЕННАЯ ОБРАБОТКА может улучшить износостойкость за счет увеличения твердости и превращения остаточного остеяния в мартенсит. Некоторые исследования утверждают, что существует дальнейшее улучшение износостойкость помимо этих двух факторов, обычно объясняя улучшение некоторых изменений изменением в карбидах от КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ, которое не наблюдается якобы при Саб-Зиру. Эти объяснения в отношении карбидов на сегодняшний день выглядят не очень убедительно, но есть исследования, которые обнаружили улучшение износостойкости сверх того, что объясняется ростом твердости при добавлении этапа КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ. Пункт второй. Одно из влиятельных исследований показало, что время КРИОГЕНОЙ является важным фактором, но их результаты по-видимому основаны на выбросе данных, а не на реальном эффекте. Со своей стороны мы можем сказать, что большее время при КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ также может увеличить шансы растрескивания или расщепления сталей. Ну, в скобке я здесь скажу, опять-таки на расщепление стали может повлиять и исходное качество стали, потому что задерживается проведение отпуска. Пункт третий. Испытания на стойкость кромки по методике КАТРА и резного каната не выявили улучшения в КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ за пределами разницы в твердости. Опять-таки, геометрия кромки и применяемая сталь, ее исходное качество, играют гораздо более важную роль в контроле стойкости кромки, чем КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ. Пункт четвертый. С лучшим пониманием процесса КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ. И более осознанное его применение. Пункт пятый. Необходимо собрать и проанализировать больше информации касательно влияния КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ на процесс остаточного штинита, твердости, злостойкости и стойкости инструмента. Ну и далее, соответственно, инженеры и металлурги должны работать на стандартизации процессов, пока наблюдается достаточный раздрай, включая скорость охлаждения и нагрева, время выдержки и температурный цикл для получения оптимальных свойств материала. И, в общем-то, необходима разработка стандартов по КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ, которых пока не наблюдается даже за океаном. Пункт седьмой. Каждый материал необходимо исследовать отдельно для определения индивидуальных параметров технологии термообработки с использованием КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ. Как ни делаешь, все равно вы ждете найдешь какие-нибудь опечатки. Прошу прощения. Пункт восьмой. Определен некоторый положительный эффект КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ, к ствердой связкости и усталостной прочность. За редким исключением не отмечено значительно положительного эффекта на прочность, на растяжение. Пункт девятый. С одной стороны, многие исследования содержат полезные сведения, с другой стороны, все еще имеется множество неопределенностей в параметрах термообработки с использованием КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ. Необходимы дальнейшие исследования и оптимизации всех параметров КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ для различных стали. Ну и опять-таки, тогда, когда все будет более-менее стандартизовано, да и понятно, тогда возможно и в обычной промышленности, потому что сейчас вот КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ находит достаточно, ну так вот, модно и широко применять у ножевиков, но опять-таки, вот этим такой длительной серией вебинаров мы хотели показать, что здесь не все так однозначно, да, да, сунул и получил. На сегодняшний день достаточно понятно, что температура у стандартизации играет огромную роль при использовании КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ. Чем она меньше в пределах заявленного диапазона, тем лучше с точки зрения относительного прироста изношной стойкости, твердости и вязкости. Но опять-таки, смотрим про ножевиков, все стараются использовать максимальную температуру у стандартизации. А вот здесь вот, если вот вчитаться в этот пункт десятый, да, при максимальной температуре у стандартизации, да, эффект КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ будет уменьшаться. И последняя технология термообработки с КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ должна быть следующая. Аустентизация, закалка, КРИОГЕНОЙ ОБРАБОТКИ, мы рекомендуем около 60 минут, и отпуск. И предпочтительно, чтобы ваша технология была выстроена, скажем так, непрерывно. То есть каждый этап один за одним, без промедления. Ну, в общем-то, вот так-то, как-то так, коротенечко удалось сказать то, что хотел сказать. Остаются у вас вопросы. Я надеюсь, что есть те, кто все-таки нашел для себя силы вот это все посмотреть. Но вопросы, я так понимаю, все равно еще будут, да. Поэтому на связи, подписывайтесь, давайте переписываться, давайте общаться. Ну, я надеюсь, что все это послужит более продвинутым технологиям, в данном случае на же деле, повышению качества изделий и более понимаемому процессу изготовления. Да, чтобы все понимали, что мы все делаем. Спасибо вам всем большое. До свидания. До новых встреч. Буду готовить новые вебинары. Субтитры создавал DimaTorzok